добрый день с вами капля и сегодня мы продолжаем говорить о свободе второй этап эволюции христианского понимания эволюции свободы это делаю что хочу это уже не младенчество это уже детство это тот момент когда мы понимаем что не все создано для того чтобы удовлетворять наши потребности служить нашему развлечению помогать нам и так далее мы понимаем что мы уже тоже что-то должны отдавать другим людям и мы с этим даже соглашаемся мы готовы делать эти поступки эти шаги но есть одно маленькое но которое как раз и характеризует человека в периоде детства я это буду делать так как я считаю нужно я буду сам определять насколько это правильно в это время человек руководствуется принципом нравится не нравится поскольку опыта знаний понимания пока не существует наверное это единственный критерий по которому мы можем отличить хорошее от плохого как нам кажется и все вещи все поступки других людей все явления мы ранжируем как раз по этому принципу нравится нам это или не нравится я думаю что вы очень часто встречали в своей жизни людей которые говорили мне это не нравится особенно часто это слышно от тех ребят которые претендуют уже на некое положение в церкви на некое положение в теле иисуса христа когда они выслушивают тебя когда ты приходишь с какими-то идеями предположениями какими-то планами проектами они не говорят ну здесь немного неправильно здесь ты не прав не видит мне это не нравится я очень часто встречался с такого рода людьми это те люди которые именно таким критерием определяют мир нравится им или нет они все еще в центре они все еще здесь но из этого центра они уже пытаются быть полезными другим людям они уже из этого своего я с трона своей жизни пытаются служить другим по большей мере управляя по большей мере давая нам некие советы указания этот период также достаточно четко характеризуется нежеланием понимать и принимать чтобы то ни было негативное чтобы то ни было что приносит некий дискомфорт в нашу жизнь что потребует некой жертвенности мы читаем библию и может быть даже подсознательно мы пропускаем такие истории как страдание иова принесение авраамом в жертву собственного сына какие-то моменты в которых описывается что-то где люди не приобретают но теряют мы пропускаем эти истории точно так же как мы в собственной жизни пытаемся избежать тех моментов где мы что-то будем терять это еще один четкий критерий того что мы находимся в детском периоде и мне кажется не лишним будет сказать что пытаться говорить людям в этот период что они что-то делают не так полезно или вообще возможно потому что они это не примут только потому что им это не понравится